МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От ветхого здания к больничной еде народные избранники регионального парламента посетили противотуберкулезный диспансер в центре внимания строительства нового корпуса и зарплаты медперсонала. Об этом и не только. Смотрите ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги вторника. В студии Олег Хатанзийский. Мы начинаем. Прокурор Нинского округа Николай Егоров провел личный прием предпринимателей, занимающихся строительством. Основной темой встречи стало обсуждение вопросов, связанных с нарушениями договорных обязательств и защита прав предпринимателей, в частности, занятых на строительстве дома на улице Авиаторов. Подробности расскажет Александра Литкова. Десятисекционный дом по улице Авиаторов должен быть сдан еще в ноябре прошлого года. Но по ряду причин сдача объекта переносится на апрель этого года. В декабре после проверки строящегося объекта прокуратурой и госстройжилнадзором компании-застройщику «Полюс жилстрой» были вынесены предписания об устранении нарушений. Сейчас готовность дома составляет 98%. На сегодняшний день извещение об устранении предписания в адрес инспекции не поступало. Когда такое извещение в наш адрес поступит, будет выпущено распоряжение о проведении проверки исполнения предписаний. И после устранения всех предписаний, всех нарушений, застройщик может подавать в наш адрес повторное извещение об окончании строительства и будет проведена повторная итоговая проверка. Кроме нарушения сроков сдачи объекта, компании-застройщику есть и претензии по нарушению договорных обязательств. Они касаются выплат компании-субподрядчику «Экология стройсервис». Как рассказал Виктор Лукьяненко, директор «Полюс жилстрой», задержек выплат с их стороны нет. Все идет по плану, а все недочеты будут устранены в срок до 22 февраля. У нас благоустройство уже готово. Четвертую и пятую секцию мы сейчас сдаем. Готовим к сдаче, чтобы передавить в очередной раз после устранения замечания гос. жиланодзору, после чего при положительном заключении о соответствии мы занимаемся передачей нашему заказчику. Но не все так хорошо, как говорит Виктор Лукьяненко. По словам директора компании, выполняющей внутренние отделочные работы, за последние четыре месяца они получили только 500 тысяч рублей от компании «Полюс жилстрой». Все долги по выплате зарплаты строителям руководству пришлось отдавать за свой счет. Считаем, что «Полюс жилстрой», его руководство, а именно Лукьяненко Виктор Викторович, намеренно затягивает сроки по сдаче данного объекта. Четвертая и пятая секция этот этап в эксплуатацию. Было в декабре 2018 года предписание стройнадзора об устранении замечаний, после чего денежные средства им выплатились. Но на сегодняшний день ничего для этого не сделано. Отделочные работы закончены в конце ноября. Замечаний по отделочным работам нету никаких, которые мы выполняем. Этим вопросом сейчас и занимается прокуратура, куда обратилась компания-субподрядчик. Как отмечают в надзорном ведомстве, из-за недобросовестного подрядчика страдает не только средний и малый бизнес в округе, но и жители ветхого аварийного жилья, которые годами ждут переселения. Вызывает вопросы тот факт, что несмотря на часть выполненных работ в соответствии с проектной документацией, принятых работ без претензий, они не оплачены до сих пор. Сещем у добросовестных субподрядчиков возникают определенные трудности с выбротой заработной платы, выбротой иных обязательных протяжей бюджета, это народы, внебюджетные фонды. Данные факты уже явились основанием для проведения прокуратуры округа соответствующей проверки. Этот и другие острые вопросы предприниматели обсудили на личном приеме прокурора Ненецкого округа Николая Егорова. Выявили наиболее актуальную проблему для предпринимателей Ненецкого автономного округа в сфере строительства. Это неисполнение договорных обязательств, не получение платежей за выполненные контракты, что влечет за собой косвенно нарушение конституционных прав граждан на выплату заработной платы, на нарушение бюджетного законодательства, выполнение своевременных налоговых платежей. Учредителем компании «Полюс Жилстрой» является Ненецкая нефтяная компания. Прокуратурой округа рекомендовано проверить финансовую деятельность подконтрольной им организацией. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Два учреждения образования вошли в программу по созданию доступной среды в Ненецком округе в 2019 году. Безбарьерные условия для жития региона с ограниченными возможностями здоровья планируется создать во Дворце спорта для детей и юношества НОРД, а также в административном здании «Лидер». По данным Департамента образования и спорта Ненецкого округа, на эти цели в 2019 году предусмотрено финансирование в размере более 8,5 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета выделено 138 тысяч. Как пояснили в профильном департаменте, с 2018 года софинансирование из федерального бюджета изменилось. Сейчас расчет субсидий осуществляется исходя из количества детей-инвалидов в субъекте. Ранее расчет производился исходя из количества образовательных организаций, в которых необходимо сформировать доступную среду. Выделенные деньги будут направлены на заключение контрактов по разработке проектной документации для адаптации зданий по формированию доступной среды, а также выполнены работы по созданию архитектурной доступности объектов и приобретено необходимое оборудование. Другим темам на поддержку оленеводства в Ненецком округе будет выделено более 240 миллионов рублей, в том числе 39 миллионов из федерального бюджета. В профильном департаменте пояснили, что федеральные средства выделяются округу для софинансирования субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития ПК. Из бюджета Ненецкого округа на эти цели добавят еще 24 миллиона. В рамках соглашения субсидии будут предоставляться по двум основным направлениям на развитие племенного животноводства и на поддержку северного оленеводства. Остальные средства, предусмотренные государственной региональной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком округе, будут направлены на другие виды поддержки традиционной отрасли. В их числе возмещение части затрат на производство и реализацию продукции оленеводства, проведение геоботанического обследования пастбищ, разработка проектов внутрихозяйственного землеустройства территорий олених пастбищ, проведение Дня оленя и другие. Всего на территории округа сельскохозяйственную деятельность в области оленеводства сегодня осуществляют 26 организаций. В 107 оленеводческих бригадах трудится порядка полутора тысяч жителей округа, большая часть из которых являются представителями КМНС. Вопрос о создании на территории Ненецкого округа лесопаркового зеленого пояса вокруг Наринмара остается открытым. С инициативой о формировании зеленого щита региональное отделение Общероссийского народного фронта выступило еще в августе 2017 года. Они тогда обратились в общественную палату Ненецкого округа, предложив включить в зеленый пояс вокруг Наринмара прибрежную зону рек Печора, Тамарка, Куя, а также Казенное и Харитоново озеро. Предполагаемые границы зеленого щита обсудили на постоянной комиссии собрания депутатов по делам коренных народов Севера. Подробности далее. Вопрос сохранения и улучшения экологической ситуации в арктическом субъекте один из главных для регионального отделения ОНФ. Создание зеленого щита вокруг населенных пунктов может быть самой действенной мерой защиты лесной и тундровой зоны округа, которое закреплено законодательством страны. С мотивированным ходатайством в общественную палату Ненецкого округа обратилось региональное отделение общероссийского народного движения Народный фронт за Россию в Ненецком автономном округе. После поступления ходатайства в общественную палату Ненецкого округа были проведены общественные слушания, они признаны состоявшимися, на которых детально был обсужден данный вопрос. И в целях сохранения экологической функции древесно-кустарниковой растительности и обеспечения благоприятной окружающей среды общественная палата Ненецкого округа ходатайствует создание лесопаркового зеленого пояса общей площадью 58 236 гектаров. Предполагается, что зеленая зона будет располагаться вокруг Наринмара, в прибрежной зоне рек Печора, Тамарка, Куя, а также Казенное и Харитоново озеро. Согласно федеральному закону об охране окружающей среды, в лесопарковых зеленых поясах устанавливается ограниченный режим природопользования и иной хозяйственной деятельности. То, что планируется включить в этот пояс, это точно на сегодня используется для ведения оленеводства. Если я правильно помню, ХАРП может быть часть еще ОПХ. В этой части, потому что закон говорит, 62 статья, что там будут ограничения, кроме рекреации, образования и так далее. Введение оленеводства, в данном случае, если это колхоз, это реально, ну, грубо говоря, промышленное использование земли. Как скажется на правообладателях теперешних. То есть вот с этой точки зрения надо взвешивать очень серьезно. Этот вопрос, по словам общественников, решался ранее, и оленеводу в своей хозяйственной деятельности ущемлены не будут. На сегодня основная задача властей – утвердить границы будущего зеленого щита. Мы должны понимать, что мы на сегодняшний день, в первую очередь, образуем и говорим о площади зеленого щита, который будет создан. Вопрос с границами, он будет решаться в дальнейшем. У нас есть предварительная граница, которая необходима. И этим вопросом уже будет заниматься администрация Нинецкого автономного округа и усиленно их создавать. Вопрос о создании в Нинецком округе зеленого щита будет обсуждаться на следующем заседании комиссии. Администрации региона рекомендовано представить заключение по данному вопросу. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Теперь о кадровых перестановках. Нинецкую окружную больницу возглавил Дмитрий Козенков. Распоряжение о его назначении на должность главного врача подписано руководителем профильного регионального департамента. До назначения на пост главврача окружной больницы Козенков работал заместителем руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Нинецкого округа. Как сообщает в профильном ведомстве, Дмитрий Козенков имеет два высших образования. Он окончил Северный госуниверситет по специальности лечебное дело, клиническую интернатуру по неврологии и Северный арктический федеральный университет по направлению юриспергенция. В новой должности он намерен продолжить работать над повышением качества медицинского обслуживания населения. Место главврача стало вакантным в конце прошлого года. Тогда прежний главврач Андрей Дедов уволился по собственному желанию. Он возглавлял больницу более трех лет. Депутаты окружного собрания в составе рабочей группы сегодня посетили Нинецкий противотуберкулезный диспансер. На повестке дня три вопроса. Зарплаты младшему и среднему медицинскому персоналу, ремонт и строительство больничных зданий, а также питание пациентов. Подробности у Ольги Руссу. Один из самых важных и до сих пор нерешенных вопросов, который стоит перед персоналом противотуберкулезного диспансера, строительство нового здания. Сейчас он располагается в шести корпусах, три из которых 1943 года постройки. Самое молодое, амбулаторное, введено в эксплуатацию в 1988 году. В 2016-м там проводился косметический ремонт, а также установлено оборудование в рамках программы по созданию доступной среды для маломобильных граждан. Температура в палатах поддерживается в норме, до 25 градусов, как бы тепло, комфортно пациентам. А в коридорах вы сами чувствуете, да, то, что прохладно. Особенно касается первого этажа. В начале 2018 года проводилась замена оконных блоков в детском и взрослом отделениях диспансера. Но износ здания практически стопроцентный, и если на улице поднимается ветер, то поддерживать комфортную температуру в палатах не представляется возможным. На сегодняшний день лечения здесь получают 28 пациентов, 13 из них дети. Большинство проходит профилактическое лечение. Вместе с необходимыми медицинскими препаратами им прописана особая усиленная диета. Котлетка хорошая, вкусная, свежая, мягкая. Четырехразовым питанием пациентов топ-диспансера обеспечивает, как и другие медицинские учреждения округа, компания Медфуд. На обед сегодня гороховые супы, макароны с котлетой. Активно обсуждался вопрос, Александр Дальевич, уже пробовал еду Медфуда. Вот тогда у нас тоже внезапно попросили привезти, что сейчас выдаётся пациентам. Я также оперативно набрал то, что у меня привезли пациента в миски и всё это делал. Также пробовал всеми участниками того оперализированного совещания. Это действительно была еда, она действительно вкусная. Я люблю гороху. Еда вкусная. Вы знаете, всё съедобно. Я уверена, что не в каждом душе. Поначалу были проблемы. Вот котлеты такие едят. Котлеты очень понравились. Единственная жалоба пациентов, особенно тех, кто находится на длительном лечении, отсутствие разнообразия в меню. Ну а меню-то рассчитано на полгода. То есть они из недели в неделю получают одно и то же питание. Одно и то же. Семидневка. Вот, недельное, семидневное питание. Вот и, конечно, я говорю, если пациент лежит 6 месяцев, то вы представляете, что каждую неделю одно и то же. И говорят, что изменить ничего нельзя. Однако, по словам главного врача медицинского учреждения, уже с 1 апреля ситуация должна измениться. По новому контракту предусмотрено 14-дневное меню. Ещё один вопрос – заработная плата персонала. Всего в штате диспансера 93 человека. Зарплата медсестёр и младшего медицинского персонала практически на одном уровне. У младших медицинских сестёр по уходу у нас заработная плата порядка 80 тысяч рублей. Это с совместителями? Нет, это с совместителями. Это всё вместе. Всё вместе, да? Это не на одну ставку. Конфликт интересов в отношении заработной платы возникает в связи с тем, что разницы в зарплате медицинской сестры и санитарки, сейчас её называют младшей сестрой, практически нет. А зона ответственности разная. Одинственная санитарка, которая работает исключительно на дневной работе, это санитарка КДЛ. У неё заработная плата ниже всех остальных, потому что у неё нет совместительства. Она работает исключительно днём. Остальные санитарки, младшие сёстры по уходу, всегда друг друга обрабатывают. Младшие сёстры по уходу – это санитарки. Вот это категория младших сестер, да? Да, они всегда имеют совместительство. На круглосуточном посту, отпускать два месяца у нас, всегда тот отсутствие. Плюс заболел там, еще что-то. Они всегда дуртушку заменяют. Резюмируя итоги, депутат Анна Булатова отметила, что вопросы регулирования заработной платы будут решаться на уровне руководителя Департамента здравоохранения. Что касается питания, то впечатление положительное. Организация Медфуд учла пожелания, которые были озвучены ей пациентами. По итогам работы группы мы сделаем определенные выводы. И, конечно, будем выходить с предложением, какие вопросы наиболее острые поднимают и персонал медицинский, и какие вопросы поднимают и жители. И однозначно эти вопросы будем решать на нашем уровне, на законодательном уровне. Относительно нового здания для противотуберкулезного диспансера в ближайшее время запланирована реконструкция одного из корпусов и строительство нового. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». И в завершении выпуска. В регионе объявлен конкурс для формирования кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской службы, ведущей главной группы в проектном офисе. Конкурс объявлен аппаратом администрации 21 января этого года. Прием документов продлится до 11 февраля включительно. Как отмечают в профильном подразделении, конкурс состоится ориентировочно 1 марта текущего года. Все подробности далее. Проектный офис в Ненецком округе призван курировать работу региона по направлениям, обозначенным президентом в 12 национальных проектах. Они были утверждены правительством в декабре прошлого года и включают в себя 67 федеральных проектов. Таким образом, в каждом субъекте Российской Федерации с 2019 года будут реализовываться региональные составляющие федеральных и национальных проектов. Нужны новые подходы, нужны новые люди, которые будут готовы всю эту историю действительно деятельно толкать вперед и обеспечивать, выполнять действительно амбициозные задачи, которые поставлены. Поэтому конкурс открыт и все в нем могут принять участие. Мы действительно заинтересованы в тех людях, которые готовы работать за гранью, может быть, даже где-то там и рабочего времени, то есть, что называется, 24 на 7. От нас этого требует время. Губернатор, я ему благодарен за это доверие, поручил мне возглавить этот проектный офис. Соответственно, добро пожаловать в команду, все те, кто хочет быть полезным для округа, для страны в целом. Созданный в регионе проектный офис будет курировать работу по исполнению федеральной части региональных проектов. Перед сотрудниками новой структуры откроются большие перспективы, в том числе карьерного роста. По исполнению региональных проектов в субъекте будет делаться контроль, будет делаться срез и оценка деятельности субъекта в целом и губернатора субъекта. Поэтому такая задача сверхответственная, без шанса на ошибку. Срок подачи документов до 11 февраля этого года. Пока заявку на участие в конкурсе оставили три соискателя. Ориентировочно 1 марта пройдет очный этап отборочного тура. Мы в первый раз, наверное, проводим конкурс именно в структуру, которая создается с нуля. То есть, которая никогда не была в Ненецком округе. И надеемся тоже, что сможем действительно отобрать тех людей, которые потом в дальнейшем будут реализовывать все те задачи, которые сейчас стоят перед Ненецким округом. Специфика работы на проекте и определяет требования к кандидатам. Согласно должностным инструкциям, специалисты проектного офиса будут сопровождать проекты на всех его этапах. Консультировать команду проекта, контролировать качество планирования проектной деятельности. Участвовать в переговорах с инвесторами, связанными с инициированиями проектов и другое. Не стоит забывать, конечно, что это все-таки должности государственной гражданской службы. В настоящее время у нас очень много телефонных звонков к нам в отдел поступает. И люди даже спрашивают, можно ли работать по совместительству. А если у меня нет диплома, но я очень хочу работать. Так вот, конечно, мы еще раз всех просим очень внимательно посмотреть. Это должности госслужбы. Обязательно наличие высшего образования и для руководителей обязательно небольшой, но все-таки стаж работы по специальности. Планируется, что региональный проектный офис начнет свою работу 1 апреля 2019 года. Курировать его работу будет заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Иван Болтенков, реализующий функцию руководителя регионального проектного офиса. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и всего хорошего. До встречи в эфире и всего хорошего.